Постановлением Центрального районного суда города Твери на один месяц продлён срок содержания подстражей обвиняемому Эмилю Байрамову. Он будет находиться в СИЗО до 2 июля включительно. 30-летний Эмиль Байрамов находился за рулём автомашины «Киа», которая 3 февраля у Театра «Кукол» столкнулась с автомобилем «Фольксваген», а затем машины влетели в ожидающих разрешающего сигнала пешехода. Итог той страшной аварии – шестеро пострадавших. Один из них, 50-летний водитель «Фольксвагена» Игорь Каравашкин, скончался в больнице. Его хоронили 5 февраля. 20-летняя дочь погибшего осталась одна. Авария унесла жизнь отца, а в 2015 году она похоронила мать. Конечно, она попала в очень трудную ситуацию. Она студент дневного отделения, обучается платно. Ну и, сами понимаете, она одна. Никакого давления на неё не было, не знаете, со стороны? Таких фактов мне неизвестно. Но вы считаете, что Байрамов именно виноват, да, вот в этом ДТП? Ну, мы согласны с мнением следствия, да, и дело возбуждено. В качестве подозреваемого, да, кажется, он привлечён, обоснован. Адвокат Байрамова просил суд назначить своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователь и представитель прокуратуры настаивали на аресте. Учитывая то, что Байрамов уже был судим, и его многочисленные нарушения правил дорожного движения. Как вы можете объяснить, что у вас так много правонарушений? Эти все правил нарушения, сотрудник может посмотреть, это все на трассе, нахват на дороге М-11. И они все не больше 500 рублей штата. Однако сотрудник прокуратуры пояснил, что нарушения ПДД были как раз в черте города. На вопрос, на что живёт подозреваемый, теперь уже обвиняемый, сказал, что неофициально владеет салоном красоты в Москве. На вопрос, почему в организме на момент аварии обнаружены следы кокаина, Байрамов сказал, что, наверное, это был переизбыток кофеина, так как он принимает препараты для накачки мышц. И ещё на суде официально заявили, скорость движения КИА на момент аварии составляла 104 км в час. Хотя в день аварии Байрамов утверждал другое. Судом Центрального района города Твери в отношении 30-летнего подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока предварительного следствия. Решается вопрос о переквалификации с части 3 на 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть человека, совершённое лицом находящимся в состоянии опьянения. Экспертиза установлена, что в крови подозреваемого обнаружены наркотические вещества. С учётом последнего постановления суда Байрамов будет находиться под стражей 5 месяцев. В удовлетворении ходатайства защитников обвиняемого об изменении Байрамова мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест отказано. Постановление не вступило в законную силу. Продолжение следует...